В России завершились выборы президента, которые на 6 лет определили будущее нашей страны. С подавляющим числом голосов победу одержал Владимир Путин. Его поддержали более 87% жителей нашей страны. Это в очередной раз доказало, что граждане нашей страны поддерживают курс действующего президента и безоговорочно доверяют ему будущее нашей страны и свое будущее. Несмотря на то, что наши недруги пытались насадить мысль о том, что голосование на выборы ничего не решает, что все уже решено, жители страны не купились на эти манипуляции и беспрецедентной явкой показали единство и сплоченность россиян. В Ульяновской области явка на выборах президента Российской Федерации составила 73,2%. То есть более чем 682 тысячи жителей региона. В Ульяновской области создали все условия для проведения честных и чистых выборов. На избирательных участках в области работало более 2000 независимых общественных наблюдателей. Никаких нарушений в ходе голосования на территории Ульяновской области не было. В среду 13 марта в Москве губернатор Алексей Русских и глава корпорации Ростех Сергей Чемизов подписали соглашение о сотрудничестве. Мы договорились о совместных проектах в сфере инвестиций, развитии производств, авиастояния, станкостроения, цифровых технологий, здравоохранения, а также кадрового обеспечения промышленности. Подписанное соглашение придаст новый импульс взаимодействию нашего региона с Ростехом и положительно скажется на экономическом развитии Ульяновской области. Коллеги, мы получили итоговые данные по социально-экономическим показателям Ульяновской области. На заседании подвели итоги социально-экономического развития Ульяновской области за январь 2024 года. Все показатели находятся в зоне положительных значений. Индекс промышленного производства по итогам января составил 130%, в обрабатывающей промышленности – 140%. Поэтому показатели Ульяновской области занимают первое место в Преорусском федеральном округе и четвертое место в Российской Федерации. Небольший вклад в итоги промышленного производства сделали предприятия авиационной отрасли, предприятия оборонно-промышленного комплекса, в частности, производство электроники. Но не только оборонно-промышленный комплекс внес свой вклад в итоги промышленного производства. Такие хорошие темпы роста у нас также растет и производство автотранспортных средств, это наши крупнейшие предприятия, автомобили строения, а также производство бумаги и прочих металлических изделий. В Ульяновской области третий год реализуют программу модернизации первичного звена здравоохранения. Основная цель программы – ранней диагностика и профилактика социально значимых заболеваний, сердечно-сосудистых и онкологических. Для этого нужна развитая инфраструктура. По этому программу включают в себя основные три направления. Первое – это переоснащение и модернизация парка медицинского оборудования в поликлиниках города и области. В текущем году мы приобретаем 107 единиц крупного медицинского оборудования. Это в том числе аппараты для проведения рентгенографии, флюорографии, малографии, аппараты УЗИ. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Культура». Текущая неделя посвящена этому проекту и открывается 18-м фестивалем театров Ульяновской области «Лицидей», который продлится до 27 марта и завершится в День театра. Фестиваль проводится в нашем регионе ежегодно. В этом году в год семьи, объявленной президентом Российской Федерации «Лицидей», в афишу собрал лучшие премьеры прошлого года, в которых играют или над созданием которых работали театральные семейные пары. Особенность – каждая из творческих семей будет номинирована на премию «Театральная семья». Фестиваль также вручит призы в специальных номинациях. Жители Вишкаемы пожаловались губернатору на то, что реку в селе в трех местах завалило кустами. А это представляет опасность в период паводка. Губернатор поручил главе района навести порядок и доложить о приведенной работе. Жители Ульяновска пожаловались Алексею Русских на то, что из аэропорта в Баратаевке пассажиры не могут добраться до Ульяновска на общественном транспорте. Губернатор поручил Министерству транспорта решить организационные вопросы с транспортом, наладить ситуацию и отчитаться о ее решении.